Хей-о, всем здорова, чуваки, вы на телеканале Слаги. Я провёл небольшое своё собственное расследование, в котором я выяснил, что в новом обновлении 0.25.0 Stand Off 2, блин, наверное, тупо говорю, но ладно, в новом обновлении Самстрайк, в новом шестом сезоне, чуваки, у нас будет новый режим захват заложников на новой карте. То есть, теперь мы будем КТшниками атаковать, а тиры будут защищать заложника. И сейчас я вам это докажу. А вы пока что подписывайтесь, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Ну, прав я или не прав? Ну что, начнём. Смотрите, в первом кадре в трейлере, который нам уже показали, кстати, разработчики выпустили нереально крутой трейлер. В первом кадре трейлера мы с вами видим, как КТшники планируют захват, точнее, спасение заложника. Вот этого вот чувака. Здесь они говорят. Дайте внимательно. Субъект находится здесь, в центре вражеской базы. Нужно проникнуть туда максимально тихо и разыскать эту цель. Нужно проникнуть на вражескую базу и разыскать эту цель. В Counter-Strike уже есть режим захвата заложника, точнее, спасения заложника. Блин, почему я говорю захват? Это же неправильно. Это спасение. В Counter-Strike уже есть спасение заложника. И реализовано оно, в принципе, так, что ты подходишь к заложнику, и он у тебя сразу же на плече лежит. И я уверен, что в Stand Off 2 можно сделать ровно точно так же. Ты подходишь к заложнику, нажимаешь на кнопку, и он у тебя на плече. Дальше что мы видим? Сейчас я вам, пацаны, пройдусь по карте. Дальше мы с вами видим, как КТшники заходят в трейлере. Вот здесь вот они заходят. Мы с вами видим арку. Вот эту вот арку. Сейчас покажу. Справа вы видите арку. Я на кадрах из трейлера обнаружил некоторые интересные вещи. Вот здесь вот, в одном тоже кадре из трейлера, показали мини-карту, которая вид сверху, в общем, все как полагается. КТшники были, так сказать, уже... Блин, подожди. Не. Теры были осведомлены о том, что к ним идут, и поэтому дальше в трейлере. Они поменяют местоположение заложника. Но! Пацаны! В трейлере КТшники заходят прямиком в здание. То есть они идут с улицы, вот здесь вот, как мы видим, и заходят в какое-то здание. Я провел свое расследование на стриме. Как раз, кстати, стримы каждый день в 9 часов утра в московском времени на вот этом канале. Я провел свое расследование. Я легонечко сравнил кадры из трейлера с мини-картой. И я понял, что посередине карты будет какое-то здание. Из чего следует вывод, что КТшники дальше заходят вот в это здание. Оно даже, знаете, немножечко по архитектуре это здание похоже. Как бы один проход, другой проход. Вот такие, знаете, как бы идут такие зигзагами, я бы сказал. Вот здесь вот, наверное, сейчас находятся КТшники. Вот именно вот тут вот, вообще с мышкой показываю. Вот в этом кадре в трейлере, возможно, КТшники находятся где-то вот в этом вот месте. Да, качество у снимков не особо крутое. Но ничего, вы все поймете. Посередине находится здание. Вот здесь вот на этом кадре видно, что здесь будет проход в здание. Возможно, это вот оно, вот это здание. Я специально сделал разными цветами. Вот здесь вот номер два, желтенький. Здесь спавнятся КТшники. Вот она, это арка. Они в нее будут заходить. Здесь как раз у меня указано. Дальше. Номер четыре. Это небольшое ответвление, которое будет идти вот сюда, вот как бы на меня, вот сюда, вот на нас. Ну и, в принципе, пацаны, я считаю, этого достаточно для пруфов, чтобы мы с вами поняли, что будет действительно новый режим с захватом заложника. Так-то, в принципе, это и все, что я хотел вам сказать по захвату заложника. Вот тут вот будет здание. Вот тут вот будет КТ спавн. Вот отсюда они заходят. Вот, вот здесь вот в эту арку. Здесь они уже в здании дерутся. Здесь, блин, здание реально похоже на то, что находится на миникарте. Вот эти вот проходы, заходы, выходы и так далее действительно похожи на здание. Как примерно, эм, как офисы в Counter-Strike Global A-Fersive, но только у нас в стенд-оффе. Блин, пацаны, по-моему, это охереннейшее. Дальше трейлер, конечно, я досматривать не буду. Это мы уже с вами все видели. И, судя, из вот этих вот кадров, где... Тер слушает. КТ-шник открывает дверь. И, ой, блин, хотел сказать, и разработчики, чёрт возьми. И КТ-шники не попадают в ту комнату, в которой есть заложник. Так что, возможно, это будет реализовано наподобие, эм, как система в Counter-Strike. Заложники могут находиться в разных комнатах. И здесь, возможно, будет реализовано ровно то же самое. Поэтому показывают в трейлере, как они заходят в разные комнаты. То есть Тер заходит в свою комнату, к своим кентам. Говорит, что они уже подготовлены. Здесь должно быть написано, ну вы, лохи, конечно, КТ-шники. Блин, не угадали с местоположением заложника. А КТ-шники заходят в совершенно другую комнату. Возможно, в здании, вот в этом вот месте, в здании, будет несколько комнат, в которых будут спрятаны, в одной из них будет спрятан заложник, которого нужно вынести. Либо два заложника. Хотя два заложника с трейлером тоже немножечко не сходится. В Counter-Strike просто два. И, как бы, давайте, чуваки, будем честны. Стэнд-Офф 2 разработчики Аксельболт очень много воруют у Counter-Strike. И это работает. Эскалация украденного Counter-Strike. И она работает хорошо, чёрт возьми. Это офигительный режим. Два на два украденного Counter-Strike. Мы все до сих пор играем в два на два. Это охеренный режим. Это лучшее, что было с Counter-Strike. Ой, со Стэнд-Оффом, блин. Всё, что придумают Аксельболты сами, оно немножечко такое, знаете, типа Space Vision в космосе повоевать. Я получил безграничное количество эмоций от войны в космосе. Это было очень круто. Но, знаете, как-то, немножечко с тематикой Стэнд-Офф 2 Теры против контртеррористов, немножечко оно, ну, не состыковывается. Были ещё обновления, где нужно было гномами в новогоднем обновлении стрелять. Никто эти режимы не играл вообще, кроме как задания выполнять, никто эти режимы не играл. А я представляю, какие будут охерительные задания для батл-пасса с воровством заложника. Например, там, типа, не попасть в заложника, или там, нанести дэмэдж заложнику, или там, спасти заложника, не получив дэмэдж. Это прикольное задание, это офигенное задание. Для выполнения их нужно бы было показать свою сноровочку и профессионализм игры в Стэнд-Офф 2. А почему-то хочется сказать в Counter-Strike. Как будто бы я сейчас посмотрел какой-то трейлер нового режима в Counter-Strike. Блин, пацаны, пишите обязательно комментарии, что вы думаете, прав я или не прав. И вообще, скриньте, будет режим с захватом заложника, а новые пушки нам не добавят, потому что мы с вами не видели новые пушки. В одном из кадров, насчёт новых пушек ещё тоже хотел бы вам сказать. В одном из кадров мы видели граффити, сейчас покажу, мы видели граффити вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь вот мы с вами видим граффити, на которой кажется новая пушка. Блин, я тоже так думаю, похоже на новую пушку, как будто бы это М16, но только с тонкой обоймой. Есть такие модификации у М16, у АР-15 винтовки вообще, ну, системы АР-15, с которыми играют КТшники. Есть модификация на 9-мм патроны, ну, на пистолетные 9-мм патроны. И здесь вроде бы она похожа, но если взять и немножечко, ну, подтянуть обратно это граффити, то вроде бы я обойму обычная М16, которая, М4А1 точнее, М4А1, которая есть у КТшников. Вроде бы и не новая пушка, но я бы хотел надеяться, что здесь нарисована какая-нибудь новая пушка, хотя бы ППшечку нам новенькую добавили бы, вот бы было уже классно. Хотя, недавно, в этом году уже добавляли две новые пушки, коктейль Молотова и двойные береты. Так что я не думаю, что нам сегодня, оооо, немножечко оговорился. Я не думаю, что нам в этом обновлении добавят все-таки что-то наподобие новых пушек, особенно новых ППх. Я считаю, что новые ППхи в игре, ну, они ни к чему, никто не играет ППхами. Основное оружие М4А1 с глушителем и АКР-47, все. Если надо прицел, ты берешь либо М16, либо АКР-12. Я считаю, что ППхи, они, в принципе, пока что в игру новые не нужны. Как и было с двойными беретами и пулеметом. Добавили двойные береты и пулемет. Пулеметом вообще никто не стреляет, ни в одном из режимов, даже в командном бою. А двойные береты это худшее оружие, оно вообще кривое, косое, и пули летят в абсолютно разные стороны. И я не понимаю, для чего они добавили. Для киберспорта или для фановых битв? Для фановых битв не подходит, потому что люди хотят убивать. Для киберспорта тоже не подходит, потому что люди хотят убивать. Вот так вот. Так что, ребят, всем спасибо Гройча за просмотр. Скриньте новый режим с захватом заложников на новой карте Дюны.